Друзья, приветствую! Когда уже наступит тот момент, когда людям не нужно будет прикладывать усилия для строительства, а все тяжелые работы возьмут на себя роботизированные комплексы? Увы, мы не знаем. Но мы знаем, как облегчить вашу работу прямо сейчас. Именно поэтому сегодня мы собрали небольшой топ лайфхаков и советов по строительству. Приятного просмотра! ДАСТ КЕТЧА Мы рассказывали о заводских пылевлавливателях, но что делать, если под рукой такого не имеется, а отмывать помещение нет желания? На помощь придет обычная пластиковая бутылка. Точнее, ее донышко. Нужно его обрезать и проделать отверстие под сверло. Метод не идеальный, и какая-то часть пыли так и пройдет мимо, но такая незамысловатая штуковина сэкономит много времени на уборке. КУВАЛДА РУ Если вы столкнулись с проблемой, когда сверло соскальзывает, не беда. Удостоверьтесь, что под рукой найдется гаечный ключ подходящего размера. При сверлении гладкого материала, как металл, такая проблема, увы, не редкость. Просто придержите сверло ключом. Когда появится небольшое углубление, ключ можно спокойно убирать, ведь сверло без проблем зацепится за шероховатую поверхность. ФАКОСУО ОБРА Если ваша работа непосредственно связана с большим количеством инструмента, вам может приглянуться этот лайфхак. Нужна проволока и ремень. В качестве проволоки подойдут электроды от сварки или подобные им по толщине пруты. Середину нужно загнуть под прямым углом, а из краев сделать подобие крючков. Именно с помощью них нужно будет зацепить конструкцию замерем. С помощью такой стрелки можно легко переносить кусачки, молоток или другой инструмент. Но не советуем слишком активно двигаться. Конструкция не отличается надежностью, а упавший молоток может навредить вам или тем, кто под вами. ПОДЛКИН Если при монтаже электроники у вас не выходит надежно присоединить провод, то следующий лайфхак для вас. Такое бывает, особенно если провод состоит из множества жил. Возьмите небольшой пруд меди, скажем, из другого провода. Хорошо его раскатайте и сформируйте наконечник. Медь легко поддается механической обработке. Проблем с этим не будет. Такие наконечники можно найти и заводские, но они не всегда под рукой. ПОДЛКИН Очень простой лайфхак, который продлит жизнь вашей электронике. Достаточно просто переплести два провода, прежде чем закреплять их в штепселе. Возьмите провода, сделайте по одному ушку на каждом из них и проденьте противоположный провод сквозь него. Таким образом, проводка будет крепиться куда надежнее, что убережет ее от неосторожного использования. Но лучше быть аккуратным, ведь вечных проводов не существует. Вероятно, если вы досмотрели до этого момента, то видео вас заинтересовало. А лучший способ поддержать команду авторов этого канала – поставить лайк и подписаться. Комментарии также приветствуются. ПОДЕЛКИН Гвозди в зубах – вполне привычная картина, когда нужно забить больше одного. Советуем вам поберечь свою эмаль и прибегнуть к следующему лайфхаку. Просто вставьте небольшой магнит между рукой и рабочей перчаткой. К нему без проблем можно примагнитить несколько саморезов или гвоздей. Вам больше не нужно складывать их в карманы и тратить время на их поиск. Они буквально у вас под рукой. КУВАЛДА РУ Для временного закрепления чего-либо на гипсокартоне отлично подойдут простые стяжки и шипы. Стоит все это копейки. Просверлите одно отверстие в шипах и по одному отверстию в плите на каждый шип. Далее просто продеваем стяжку через шипы и вставляем в стену. Шипы надежно застрянут в поверхности, а стяжку можно затянуть, тем самым закрепив объект в нужном месте. КУВАЛДА РУ Еще один очень простой лайфхак со стяжками. Да, этой мелочи можно найти применение всегда и везде. Как выровнять плитку буквально за секунду, к тому же без специального инструмента. Все просто. Соедините две стяжки, чтобы они находились в двух плоскостях. То есть верхняя идет параллельно плитке, нижняя перпендикулярно. Вставьте замок стяжки в стык и затяните верхнюю стяжку. Очень просто и надежно. БЛОК КЕРИЯ Очень интересный способ переносить плитку или блоки. Вам нужно немного времени. Сварка, болгарка, небольшой кусок троса, несколько болтов и гаек. Основой самодельного инструмента станут стальные уголки. Далее вам помогут гравитация и сила трения. Просто накидывайте инструмент на блок и поднимаете. Инструмент надежно сожмет блок. Инструмент действительно упрощает работу. Факосообра. Еще один самодельный инструмент в нашем топе. Отлично упрощает работу с песком. Для того, чтобы сделать качественный цементный раствор, песок стоит просеять. Таким образом вы избавитесь от мусора в песке. Делать это вручную несколько затруднительно, поэтому можно соорудить простой агрегат. На раму из дерева нужно закрепить дрель или шуруповерт. Вам также понадобится бита, которая сможет преобразовать вращение в поступательные движения. Она крепится к направляющей, которая двигает сито. Просто включите шуруповерт и подсыпайте песок. Вам не нужно уничтожать свой инструмент. Его можно демонтировать после окончания работы. Это не совсем лайфхак. Это инструмент, который экономит массу времени и сил. Электроножницы помогут вам резать любой металл небольшой толщины. Сталь, алюминий или, может, профнастил? Это главная задача для подобной машины. Такие инструменты часто комплектуются специальным инструментом для измерения толщины металла, чтобы точно знать, что инструмент сможет взять данный лист. Не лайфхак, но небольшой совет. Если вы имеете дело с арматурой, то есть простой способ продлить ей жизнь. Покройте ее антикоррозийной краской перед тем, как заливать бетоном или что-то крепить к ней. На характеристики самой арматуры это не сильно повлияет. Но у вас не случится сюрпризов, когда прутья рассыпаются в самый неприятный момент. Спасибо за просмотр! Не забудьте поставить лайк и подписаться. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok